Политика онлайн в эфире. Здравствуйте, я Инга Мизеря, со мной на связи Николай Полозов. Николай, я вас приветствую. Здравствуйте. Николай, я понимаю, что вы как юрист, человек, привыкли работать с фактами, но сейчас мы живем в том мире, когда какие-то домыслы, информационные поводы, они во многом эти факты замещают. И, к сожалению, мы, не имея полной информации, вынуждены постоянно пользоваться анонимными телеграм-каналами, чтобы понять, что же там происходит в России, есть ли какие-то подвижки в Кремле, потому что от этого зависит и наша жизнь тоже. Вот вы, опять же, как юрист, как человек, вот фактам. Чему мы можем доверять? Вот той информацией, которая появляется, Путин хочет передать власть младшему Патрушеву, там, допустим, я не знаю, какие-то изменения в стратегиях. Насколько мы можем вообще чему-то из этого верить? Ну, доверять, на самом деле, ничему нельзя, но важно понимать тот порядок вещей, который сложился в России. Именно то обстоятельство, что на протяжении более 20 лет власть в России удерживает чекистко-бандитская хунта во главе с ее аватаром Путиным, и, соответственно, который опирается на репрессивный аппарат, состоящий из спецслужб, из полиции, ОМОНа и так далее, армии чиновников. И, по большому счету, для этой корпорации сохранение власти равносильно сохранение имущества, сохранение жизни. И, по большому счету, убрать оттуда Путина, поставить Патрушева-старшего, Патрушева-младшего и так далее. Ничего из этого для соседей Российской Федерации и мира в целом не изменится. Ничего хорошего из этого не будет. То есть это будет все равно такой же империалистический режим, который будет представлять перманентную угрозу, прежде всего для Украины и ближайших соседей России, и в целом для всего мира. Ну, мы сейчас видим, а может быть, ситуация другая. Ну, вот то, что вроде какие-то фигуры известные, во всяком случае, здесь у нас пытаются зарекомендовать себя как какие-то яркие действующие политики. Вот один из них Дмитрий Медведев. Ну, человек, которого сослали в СНБО. Человек, который, в принципе, ну, выглядит недостаточно здоровым в своем, достаточно молодом возрасте. Многие это объясняют пристрастием к алкоголю. И вот сейчас он делает такие заявления. Вообще начал вести активно свои социальные сети с марта месяца. И рассказывать, как он ненавидит Европу, как он будет бороться, как все там должны умереть, что даже уже Министерство иностранных дел Италии, которое, ну, более-менее лояльно, мы видим, до этого вела себя по отношению к России, в общем-то, обеспокоено этими заявлениями. Дмитрий Медведев, это, как вы думаете, его такая позиция, его попытка показать себя и напомнить, что вот если нужен преемник, я здесь. Или же это какая-то игра Кремля для того, чтобы что-то показать Западу? Ну, я думаю, что, конечно же, это прежде всего работа политтехнологов, потому что что из себя представляет Медведев, мы видели прекрасно и во время его президентства, и после того, как он освободил этот пост для Путина вновь и работал премьером в России в определенных кругах в социальных сетях, его иначе как жалким не называли. И в этом смысле такая реинкарнация Медведева в такого ангела-мщения, которым он пытается представить, такой русский ангел-мщения, это своего рода, наверное, алаверды тому сетевому отношению к Медведеву тех годов в виде его нового такого антиподного поведения. То есть тогда он представлялся абсолютно беспомощным, абсолютно жалким, несмотря на то, что либеральной части общества он нравился, демонстрировал такую открытость, некую приверженность к каким-то современным технологиям. Мы помним, как ему лично Стив Джобс дарил айфон в свое время, и прозвище у него было в народе айфончику Медведева, тоже такое пренебрежительное. И тогда в сетевом пространстве зародился такой мем, что вот если бы Медведев был бы крутой, он был бы такой-то и такой-то. И вот складывается ощущение, что после того, как его направили в Совет Безопасности, политтехнологи взяли на вооружение вот эти сетевые мемы прошлого десятилетия и фактически выковывают из Медведева такую новую грозную фигуру. Для чего это нужно? Ну совершенно очевидно, что он таким образом аккумулирует часть критики, которая непосредственно идет в адрес Путина. И оттягивает на себя, выступает в роли громоотвода, недовольства Запада. Вот мы видим, что это достигает цели, что уже европейские институты реагируют на это, в том числе Министерство иностранных дел Италии. Хотя есть и другая версия, что к семье Медведева приставлены ФСОшники, держат у виска его жены пистолет. Сына сейчас вытягивают с помощью американцев из этой проклятой Америки, где он владел бензоколонками и несколькими бизнесами. Но я думаю, что этой версии не выдерживает критики. А вот Медведев как новый Медведев, как продукт политтехнологий, да, это очень и очень похоже. Ну вот, кстати, мне тоже. Вы уже затронули тему детей, высокопоставленных лиц в России, которые давным-давно живут, учатся, работают или даже обладают собственными бизнесами на загнивающем Западе. И как раз мы знаем, что сыну Медведева не продлили рабочую визу. И вполне возможно, что ему придется возвращаться в Великую Россию из загнивающей Америки. Вот, кстати, вот этот вот момент. Дети за отцов не отвечают. Насколько сейчас, на ваш взгляд, он будет, ну, использован? Да, вообще, большевистский, насколько я помню, это лозунг. Ну, скажем так, традиция детей, высокопоставленных родителей уезжать за пределы сначала Советского Союза, а потом и России, была заложена чуть ли не в сталинское время. Мы все прекрасно знаем, что потомки Сталина, потомки Хрущева, Горбачева и так далее, они все успешно обретали себя на Западе, ну, по всей видимости, саккумулировав какой-то ресурс, который был у их родителей. И новая российская элита не стала каким-то исключением. Напротив, это было своего рода такой золотой голливудской мечтой любого российского функционера что-то накосить в многострадальной родине и потом попытаться обеспечить на эти собранные, саккумулированные средства житье для, возможно, себя, хотя себя они уже в расчет не брали, ну, скорее всего, для детей, внуков и так далее. И вот сейчас мы видим процесс, когда эта мечта начинает разрушаться, когда в силу агрессивной политики Кремля Запад предпринимает действия, направленные на усиление санкционной политики не только в отношении самих российских чиновников, но и членов их семей. Удары приходятся по высшему руководству. Вот у Путина Кабаева попала под санкции, у Медведева сын, того и гляди, действительно вернется в Россию. Ну, за них переживать не надо. Внутри России, пока эта корпорация сохраняет власть, они себя обеспечит. Конечно же, это будет абсолютно не та жизнь. Они будут вынуждены постоянно видеть немытые рожи своих соотечественников из-за российской глубинки. Но, тем не менее, это все равно лучше, чем, скажем так, оказаться совсем у разбитого корыта. Поэтому, в конечном счете, Запад привуподталкивает российскую власть к тому, чтобы закупориться изнутри, попытаться каким-то образом отгородиться от внешнего мира, ввести достаточно жесткую диктатуру, гораздо жестче, чем та есть, возможно, какие-то чистки, возможно, репрессии, и, по примеру, северокорейского режима удерживать эту власть насколько невозможно. И, действительно, при таком развитии событий расслоение социальное внутри России, оно, конечно, будет фундаментальным. И, как это было во времена Ивана Грозного, опричненные земщины будут с толпами российской государственности. А вот, кстати, когда столь воинственные высказывания от Медведева до этого, ну, мы же постоянно слышим отголоски с российского телевидения, о том, что там ядерные удары, радиоактивный пепел, какие-то недружественные государства поплатятся, острова пойдут под воду. Вот место в бункере, ну, как говорится, бункер не резиновый, в принципе, как там вообще могут распределяться места? Путин кого-то с собой позовет? Ну, позовет, наверное, какое-то ближайшее окружение, но здесь важно понимать, что одно дело — это воинственные заявления, а другое дело — это реальность. Все-таки основа этой власти — это питерская подворотня, где Саечка за испуг. Это был такой, ну, что называется, подкат со стороны шпаны к очкарику-интеллигенту и возможность его взять на испуг. Вот, собственно, эта политика, она теперь транслируется уже в мировом масштабе в отношении мирового сообщества. Если бы действительно российская армия могла бы продемонстрировать хоть что-то, она бы, конечно, это продемонстрировала. Но учитывая то, что мы видим на полях сражений в Украине, я боюсь, что все эти угрозы ядерным оружием остаются чистой воды блефом, потому что, по всей видимости, даже если и будет принято окончательное решение, шансы на то, что ракеты взлетят и поразят цель, они очень малы. То есть, по всей видимости, эти ракеты уже давно заржавели, давно распилены, давно украдены. Это первое. А второе, но все-таки это не те люди, которые фанатики и которые готовы умирать на самом деле. Которые за какую-то идею готовы пожертвовать собой. Нет. У них как раз основная задача это сохранить свою жизнь, это сохранить свою власть. И я думаю, что дальше этой риторики естественно Кремль никуда не пойдет, потому что он понимает, что любое столкновение подобного рода это гарантированное уничтожение и их сами. И зачем им сидеть в бункере, если этот бункер не обеспечит им надлежащую власть над оставшейся выжженной частью России, всей этой российской территории, если она сама превратится в радиоактивную пустыню? Один из самых кровожадных пропагандистов Соловьев недавно хвалился тем, что его заказали и сделал это лично президент Владимир Зеленский. А вот последние дни новый скандал о том, что уже уральский очередной мэр, потому что там какие-то вот вы объясните, что это за такое противостояние с Уралом Соловьева, потому что там и мэр Екатеринбурга, я, как понимаю, губернатор, и сейчас мэр, помню фамилию Кобец, потому что Соловьев может прийти Кобец, но забыла, как называется город, что-то там уральское, да, значит, опубликует карикатуры, там, где ему сносят голову, значит, Соловьев начинает развивать эту тему, ага, вы поддерживаете, значит, идею Зеленского, в общем, что происходит между Уралом и Соловьевым, и действительно ли сейчас Урал является в России вот той, вот той вот либеральной зоной, о которой Соловьев все время говорит? Ну, на самом деле, то, что мы видим, это один из элементов таких дезинтеграционных процессов внутри России, которые свидетельствуют о распаде империи, то есть Урал, который, в принципе, является такой частью унитарного государства России, федерация, она только на названии, начинает осознавать, что они не колония, что они имеют все-таки какое-то самоуважение, какие-то права и говорящие головы типа Соловьева не должны оскорблять или каким-то образом указывать, как уральцам жить. Там сложная история электоральная в некотором смысле. Соловьев отрабатывает одну повестку, противоборствующая группа сейчас из другой кремлевской башни, она находится на Урале у власти во главе с губернатором Куйвашовым. По большому счету для украинцев это борьба жабой гадюки. Там ничего хорошего ни с одной и с другой стороны. Но Екатеринбург действительно место, которое неоднократно уже привлекало внимание своей повесткой. Это были и противостояния с церковниками, связанными с вырубкой сквера в центре города под строительство храма. Это и последний скандал с выступлением школьников в лицее, где Соловьев усмотрел гей-пропаганду, губернатор соответственно сказал, чтобы не лезли в наши дела. То есть фактически это такая иллюстрация того, что регионы в России уже так или иначе все меньше и меньше хотят подчиняться центру и тем решениям, которые из центра озвучиваются. Давайте поговорим теперь о ситуации в переговорном процессе. Вот сейчас 9-го числа 8-го и 9-го числа по идее должны состояться переговоры в Турции между министром иностранных дел собственно Турции и Российской Федерации. Говорить будут по Сирии, говорить будут по Украине и по тому, как обеспечить перевозку зерна из порта Одессы пока тем странам, где она нужна в первую очередь. Но вот мы видим, что с одной стороны Россия вроде изолирована, с другой стороны переговоры постоянно идут. В данной ситуации, на ваш взгляд, переговоры России они сильные или со слабой стороны идут? Ну, для Кремля крайне важно в конечном счете успеть до того момента, когда в Украину поступит надлежащее количество западного вооружения и когда украинские военнослужащие будут обучены работать на этом оружии и до момента, когда начнется контрнаступление, максимально закрепиться, максимально захватить, чтобы в последующем попытаться остановить контрнаступление, втянув Украину в некий переговорный процесс. То есть переговоры начинаются, боевые действия прекращаются. Но при таких обстоятельствах Россия фиксирует статус-кво те территории, которые она оккупировала, временно оккупированные территории, включая Херцовскую, Запорожскую, территории Донецкой, Луганской областей. И вот с этой позиции можно вести очень долго какие-то вязкие переговоры, которые по большому счету могут ни к чему не привести, но дадут возможность перегруппироваться, набраться сил и не дать Украине стремительно отбросить российские войска обратно к границе. Вот, собственно, переговорный процесс, который предстоит в Турции, это один из элементов подготовки к этому. Плюс, ну, не стоит забывать, что действительно продовольственный шантаж это еще один из рычагов воздействия Кремля на мировое сообщество, то есть через создание продовольственной проблемы, продовольственного кризиса, Кремль рассчитывает также понудить и Украину к переговорам и добиваться смягчения или отметы разного рода санкций, наложенных на Россию. И поэтому используется этот канал, турки занимают такую двойственную позицию, с одной стороны вроде помогают Украине, с другой стороны они открыты к диалогу с Россией, но, естественно, Кремль пользуется этой лазейкой для того, чтобы продвигать свою повестку. Ну, вот глава Еврокомиссии Боррель, он же неоднократно сейчас выступал в поддержку Украины, и последнее, то, что он говорил по поводу зерна, о том, что Россия, в общем-то, уничтожает склады зерна и вывозит, и, в принципе, понятно, кто виноват в этой ситуации. Насколько это, на ваш взгляд, вообще понятно в мире, кто действительно виноват в этой ситуации, потому что, если послушать Россию, российская пропаганда все-таки больше распространяется, чем украинская в мире, к сожалению, то, по их мнению, Украина блокирует, и мы же видим, что те страны, которые недополучают сейчас зерно по вине Российской Федерации, они, в первую очередь, Россию и поддерживают. Это видно и по голосованиям, которые были в ООН многочисленные и по другим выступлениям. Ну, понимаете, коррумпировать верхушку слаборазвитых стран гораздо дешевле, чем действительно, скажем так, нести затраты на реальную политику. Поэтому, конечно, они поддерживают, потому что проще купить несколько министров, чтобы они в ООН голосовали как надо, чем оказывать реальную помощь. Расчет Кремля очень простой. Сначала производится продовольственный кризис, потому что именно Россия не выпускает зерно с Украины, именно Россия бомбит элеваторы в Николаеве и так далее, именно Россия мародерит зерно в Керсонской области и вывозит самостоятельно. Затем на фоне голода вот в этих странах третьего мира возникают соответственно кризисы. Что это означает? Это означает, что в Европу пойдет новый вал беженцев из Африки, из всех этих бедных стран. Европейцы взвоют. Мы уже видели, что Кремль в прошлом году пытался спровоцировать в Европе кризис мигрантов. и тогда простые европейцы, простые избиратели будут этой демократии так или иначе воздействовать на свои правительства, требовать, чтобы они эту проблему решили. И вот тогда Путин скажет, окей, мы можем решить, вот у нас есть наше зерно, мы можем как бы избежать этого всего, но вот такие вот и такие вот условия. То есть план Кремля, он предельно понятен. Если кому-то он непонятен в этом мире среди дипломатов и так далее, то либо они профнепригодны в целом, либо они просто являются агентурой Кремля на содержание, которое отрабатывает кремлевскую повестку. Ну вот последние заявления нашего президента были о том, что переговоры с Кремлем возможны, когда на линию 24 февраля отойдут российские войска, что это предварительно, но наша окончательная цель, конечно же, вернуть все территории. Как вы прогнозируете, насколько это реальная ситуация? Добровольно Кремль никуда уходить не будет. То есть я не исключаю, что может произойти обострение снова на севере Украины, что может все-таки Кремль прогнуть Лукашенко на то, чтобы он открыто уже выступил на российской стороне, на кремлевской стороне ввел свои войска. Поэтому, как я уже сказал чуть раньше, задача Кремля втянуть Украину в переговоры на заведомо невыгодных для нее условиях, с учетом вновь новозахваченных территорий со стороны Российской Федерации. И, конечно же, Кремль не заинтересован ни в каких переговорах, которые будут производиться в границах 24 февраля. Потому что для Кремля это будет означать поражение для внутреннего потребителя, для глубинного России. Как это так? Значит, торглись, ничего не сделали, вернулись на исходные границы, вдруг какие-то переговоры. Поэтому идея Офиса Президента, она понятна, но, на мой взгляд, она малореалистична, потому что единственный способ заставить кремлевские войска уйти из территории Украины это выбить их силы. Другого пути нет. Вот мне интересно ваше мнение как юриста. Мы понимаем, что есть де-факто и де-юре. Де-факто Беларусь давно участвует, точнее, с 24-го числа участвует в войне. Де-юре войска не переходили территорию с Украиной. Если прямую Беларусь вступит в войну, это можно считать уже мировой войной? Ну, мировая война уже идет. Кто бы что ни говорил, мы видим, что Запад поддерживает Украину. Россия втянулась в противостояние с Западом через Украину, потому что сейчас уже Украина воюет с западным оружием с Российской Федерацией. То есть ситуация зеркально поменялась по сравнению с 2014-м годом. В 2014-м году Россия воевала с Украиной через прокси ДНР и ЛНР. Сейчас Запад воюет с Россией через прокси Украины. И в этом смысле вступление, формальное вступление Беларуси, Лукашенковского режима в боевые действия, они не будут означать ничего, кроме того, что уже есть, потому что де-факто Беларусь предоставляет для российской армии всю необходимую базу. С территории Беларуси осуществляются вылеты российской авиации, осуществляется запуск ракет. На территорию Беларуси увозили смародеренные в Буче, Ирпине и других городах Украины вещи украинцев, личные российские солдаты, поэтому война уже идет мировая, вопрос только насколько вот эта война нового поколения, гибридная война, которая включает в себя в том числе экономические удары, насколько она разовьется действительно в такой жаркий пожар настоящей войны за пределами Украины, на территории Европы, на территории других стран, это открытый вопрос. Николай, я с вами немного не соглашусь по поводу Прокси, потому что когда в 2014 году началась война в Донбассе, на тот момент российские войска, пусть и без шевронов своих, но они принимали участие, и мы понимаем, что это была согласованная с российской армией операция. Сейчас погибают только украинцы, и те небольшое количество добровольцев, которые приехали из разных стран мира, и не обязательно из западных, так что спасибо им большое, но не берем все-таки их в расчет, потому что их не так уж и много. Что касается оружия, мы видим, что да, наше оружие, как я понимаю, уже заканчивается, просто потому что оно заканчивается, и сейчас европейское, американское оружие, мы им пользуемся, но те поставки, которые идут в том формате, в котором идут, и ту скорость, с которыми они не идут, а ползут, можно сказать, что в принципе для Европы возможно не все в этой войне решено, и не факт, что Европа серьезно воюет с Российской Федерацией, они пытаются ее просто частично ослабить по средствам Украины, и поставить в этом точку, но это, я не знаю, даже вопрос или моя ремарка, что вы думаете по этому поводу? Пока Европа находится на углеводородном крючке, естественно, в полную силу европейцы не будут помогать и не будут воевать. Пока Европа не ощутит войну у себя дома, все-таки давайте будем честными, несмотря на множественные заверения, что Украина это Европа, в самой Европе не торопится так считать. И мы это видим в том числе по дискуссии относительно статуса страны, статуса Украины в составе Евросоюза. Вот как только удастся Западу понять о том, что договориться с путинским режимом невозможно, о том, что поддержка и финансирование путинского режима губительны, а мы знаем, что с начала войны покупка российского газа, российской нефти приносила Кремлю почти миллиард долларов в день. После ста дней войны это сто миллиардов долларов. То есть это те деньги, на которые Россия все-таки еще может отправлять солдат на захватническую войну, пытаться строить танки, покупать ракеты и так далее. Вот когда Европа это поймет, тогда действительно это будет настоящая стопроцентная поддержка Украины. Пока мы видим, что не просто этого не происходит, а существуют целые центры влияния Кремля в некоторых европейских странах, которые искусственно тормозят ту поддержку и ту помощь, которая Украине должна была оказываться. Еще один такой аспект это то, что сейчас происходит в православной церкви, то, что происходит в России, исходя из того, что до этого произошло в Украине, то есть, скажем так, Демарш и отделение РПЦ или как мы говорим, православной украинской церкви московского патриархата. И сейчас мы видим, что в России начались очень серьезные движения. Вам понятно, что происходит и насколько, на Ваш взгляд, вопрос патриарха Кирилла сейчас подвешен в воздухе и он теряет свою власть? Ну, действительно, не секрет, что Русская Православная Церковь Московского Патриархата, которая действовала в Украине как Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, это одно из, скажем так, подразделений Лубянки, и проводник интересов Кремля. Такой, скажем так, пример мягкой силы, которая так или иначе идеологически воздействовала на людей. Естественно, этот водораздел в Украине неизбежно должен был произойти, и события 2014 года и последующие с принятием Томаса, они только ускорили эти процессы. То, что происходит сейчас, это вполне закономерно. Что касается церкви в самой России, то, ну, вот мы видим, что Кирилл чудом не попал под санкции благодаря заступничеству Орбана, венгерского премьер-министра. В самой России мы видим, что Русская Православная Церковь, Московский Патриархат, является, ну, просто одной из подразделений Кремля, подразделений Лубянки. И в этом смысле никакой разницы между теми, кто принимает решения и отдает преступные приказы, и теми, кто вдохновляет на эту войну, например, на того же Патриарха Кирилла своими проповедями относительно величия России и захватнических, обоснования правильности захватнических войн, ну, все это указывает на стремительную деградацию и российского государства, и российской церкви. То, что в церкви неспокойно, факт, там идут перестановки, перетасовка внутри состава иерархов. Опять-таки, это свидетельствует о том, что внутренние процессы внутри российской власти, которые были запущены нарушением статус-кво из-за агрессивного вторжения в Украину, они продолжаются. К чему они приведут? Ну, я не готов спрогнозировать, посмотрим. Николай, большое спасибо. С нами был Николай Полозов. Оставайтесь на Болитеку онлайн, подписывайтесь на канал. Я Ингем Дерри с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok